В Ненецком округе стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится два месяца. Первые новобранцы из Ненецкого округа отправились служить войска военно-морского флота. 19 новобранцам из Ненецкого округа предстоит отслужить год. Перед отправкой войсковые части их направляют вначале на сборный пункт в Архангельск. Первую группу призывников отправили 14 ноября. Сегодня мы отправляем первую команду с Ненецкого округа ребят. Уходит у нас 19 человек. Идут служить военно-морской флот. Несколько человек идет служить в западный военный округ. Остальные, основная масса идет на северный флот. В день отправки ребята получили военные билеты и обложки для них от губернатора Ненецкого автономного округа. Также им вручили набор срочника, в котором находятся специальные банковские карты и сим-карты для звонков. Напомним, призывная кампания проходит в несколько этапов. Первое – это пропсихотбор. Потом проходили медицинскую комиссию. После проходили призывную комиссию. На призывную комиссию выносилось решение, куда они пойдут служить. Кто на флот, кто сухопутные войска, кто воздушно-космические силы. Далее, более конкретно, ребята распределяются по командам, как сегодня. Воинские подразделения военно-морского флота попасть непросто. У призывников должна быть особая группа здоровья. Кто идет служить на военно-морской флот, все идут со здоровьем. Есть такая статья в Федеральном законе о военно-морской военно-морской службе. Годен к военно-морской службе без ограничений. Так называемые «машники». То есть эти ребята абсолютно здоровались. В день отправки у военкоматов всегда многолюдно. Поддержать новобранцев приходят родственники и друзья. Сами ребята немного волнуются, но стараются это волнение сдерживать. Говорят, что морально и физически готовы к службе. Добавим, что отличие призывных кампаний последних лет от предыдущих – это соблюдение эпидемиологических мер безопасности. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.